Ну что ж, приветствую всех, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Ну а перед началом этого ролика, друзья, кто не подписан, подписывайтесь. Дальше будет только больше и еще, скажем так, больше много также интересного. Ну, а мы начинаем, друзья. Андрей Орловский против Тома Аспинала. Чем привлек меня этот поединок? Ну, тем, что, наверное, это, в первую очередь, это, наверное, котировками букмекер. Андрей Орловский идет за коэффициент 3, в то время как Том Аспинал идет за коэффициент 1.35. Ну и, казалось бы, что, как бы, странного может быть в этих котировках? Ведь Том Аспинал, скажем так, из побед, что у него есть, да, из 11 боев 9 побед. Они у него все досрочные, причем, скажем так, мощный такой, скажем так, нокаутер, грозный, да. И тут, кажется, скажем так, старик Андрей Орловский. Ну, действительно, чему здесь удивляться, если Том Аспинал просто переедет, перемолит, скажем так, Орловского в первом раунде, да. Ну, друзья, как бы не так, как бы не так. Так, Андрей Орловский это очень опытный ветеран, по последним боям, боям с тем же Боссером вспоминается, где он чисто на опыте, перестроившись, перезапустив свою карьеру, забрал, да, перед этим Линз также был, да, в принципе. И эти ребята, тот же Боссер, тот же Линз, если взять, да, то, скажем так, по уровню мастерства, мне кажется, они свободно, скажем так, выше просто по уровню того же Тома Аспинала, да. Ведь многие склонялись тоже, как я помню, ну, с Боссером, да, к тому, что Боссер как бы затянет, тоже очень опасный, вполне возможно, да, срочно там просто разберет на части Орловского, да. Ну, Орловский перестроил свою, скажем так, карьеру после поединка с разным страйком. Он стал так больше думающим, больше старается где-то на опыте, да, не лезть в ненужные ему размены и все остальное. Вот эти, мне здесь интересно, друзья, а если так призадуматься, Томас Пинал, вот, с кем он бился, кто грозный такой был в его карьере хотя бы уровнем Андрея Орловского, да, кто-то может из ветеранов. И, знаете, посмотрев этот список, ну, я не нашел ни единого соперника, который был бы уровнем, ну, хотя бы там очень близок к Орловскому, да. Я считаю, что здесь букмекер в каком-то плане очень сильно переоценивает о Спинала и давая на него коэффициент 1.35. Безусловно, он очень интересный боец, как бы там, он рвется к победам, он голоден, да, но опыт, мастерство, да и сколько позиций, какой топовой позиции, да. У Орловского там смешанная карьера, кому-то проигрывал там и нокаутами там падал по-разному, да, скажем так, в жесточайших нокаутах бывал Орловский. Но, но Орловский также и проходил у многих, да, когда от него не ожидали там, что он пройдет того или иного оппонента, да. И действительно, я считаю, что ну давать просто трешку сейчас на перезапустившегося ветерана Орловского, тем более, что он сейчас полностью перезапустил свой лагерь там по некоторым источникам. То есть он очень грамотно, как бы, по сути, следит за своим лагерем, да, и всем остальным. То почему, почему, вот, скажем так, так букмекер переоценивает Оспенал? А неужели не верит, что действительно здесь ветеран Орловский что-то может, да, и в принципе может затянуть, скажем так, данный поединок, да. И вот тут, вот тут, друзья, мне стало интересно. Я считаю, что котировки, ну, как минимум, если присматриваться к тому или иному, да, чтобы там можно было там притопить за Оспеналом, ну, я считаю, что два на одного, два на другого было бы самым таким, ну, вот, справедливым решением для данного поединка. Потому что если, все же, я считаю, если Тома Оспенал просто не снесет голову Орловскому в первом раунде, то дальше по опыту, по всему остальному, по прочим, скажем так, бойцовским навыкам, ему просто дальше, как бы, ловить нечего, я считаю, с Андреем Орловским. И это показал поединок с Боссером, да, кто-то скажет, он очень равный, там, Боссер старался, шел вперед, там, натиск, все остальное. Вот, также с Филиппом Линдсом. Я считаю, что, в принципе, в данном поединке Орловский идет очень и очень хорошим андердогом. Ну, то есть, смысл, как бы, просто смотреть, там, на коэффициент забирать Оспенал, да, но в нем нельзя быть так уверенным, что, как бы, он не проиграет же Орловскому, да. Если честно, я оцениваю данный поединок, если говорить по котировкам, по моему мнению, то 55 на 45 в пользу даже я бы отдал Орловского, да. Я не говорю, что на него нужно топить хорошими суммами или еще что-то. Мне здесь интересен сам поединок, даже как ставки, да, в данном противостоянии. Ведь я считаю, что Орловскому вполне по силам дотянуть этот поединок до решения, а то, возможно, там еще и подловить, там, в каком-нибудь, там, раунде третьем где-то Оспенала, да. Ну, это, конечно, с малой долей вероятности, но я считаю, что очень и очень хорошим андердогом смотрится Андрей Орловский в данном противостоянии. Не знаю, как считаете вы, друзья. Я считаю, что при равных силах примерно, более-менее, да, то есть два варианта. Либо Орловский затягивает поединок, скорее всего, там, решением судей, да, либо Томас Пинал просто сносит голову Орловскому-то в первом раунде, да. Я считаю, что если дойдет дело до второго раунда, там просто Оспеналу ловить-то и нечего. То есть там Орловский просто перестреляет, заберет поединок на опыте. Вот, вот такое, в принципе, мнение насчет данного поединка. Да и, в принципе, если кто-то хочет присмотреться в плане ставок, тоже вот я предлагаю Андре Орловский коэффициент трешкой. И также можно присмотреться к Орловскому решениям. На это дают, если не ошибаюсь, на разных конторах по-разному. 5, 5, 5 и 5 на разных конторах дают на решение судей. То, скорее всего, если Орловский забирает, то я считаю, что он более-менее уверенным решением судей. Не то, что там единогласно. Ну, я думаю, там, на опыте, в принципе, ему это не составит особых, как бы, проблем, да. Вот, если поединок все же, скажем так, зайдет во второй раунд. Ну, что ж, вот такое было мнение на данный поединок, на данное противостояние. Вы обязательно делитесь своим мнением, что вы думаете по данному поединку, насчет, там, того же Орловского, да, согласны с моим мнением? Нет. Побольше комментов, друзья, если зашло, поддержать пальцем вверх. Но, как говорится, у меня на этом все, друзья. Ждите еще также новых и новых интереснейших прогнозов. И также разборов бойцов. Будем прощаться, друзья. До новых встреч, до новых прогнозов. Обязательно подписывайтесь, кто не подписан. И будем развиваться вместе с вами дальше. Всем удачи и добра, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok